Всем привет, друзья! Мы решили сегодня снять для вас маленькое видео о том, что же произойдет 18 апреля? Да, в 19 часов в Сколково, в Московской школе управления. На презентации программы Стартап Академии Сколково. Лично я буду отстаивать одну точку зрения. Я считаю, что человек может и должен строить карьеру в корпорации. Вообще наша ментальность российская, она больше работать с кем-то, иметь цель, чтобы было направление движения. Ведь когда ты находишься один сам собой, тебе всегда достаточно трудно начинать выбирать и нести ответственность за свой выбор. С одной стороны, да. Но с другой стороны, работать на кого-то или на самого себя, я бы здесь скорее поспорил. Потому что ты даже работая на кого-то, все равно ты работаешь на сам себя. С точки зрения твоей карьеры, с точки зрения твоего бренда, с точки зрения твоих показателей на рынке труда и так далее. Вообще, на мой взгляд, это генезис. Люди в основном опасаются, когда хотят быть, все называют это корпоративное рабство. Страх неопределенности и потери денег. Потому что стабильный доход, который корпорация платит нам, покупая наши жопы часы. Вот в моем понимании, нужно осознать, прежде всего, свое дело, свой бизнес. Понять, это выгоднее продать за контракт по найму. Или, может быть, уже пора выйти и сделать свой бизнес. А может быть, вообще не надо никуда выходить. Может быть, можно совместить. Я все-таки считаю, что здесь главнее найти свое предназначение. Поэтому я считаю, что если вы найдете свое предназначение в карьере, то вы сможете принести гораздо больше пользы от эффекта масштаба. На мой взгляд, очевидно, но для большинства не очевидно, что предпринимательство – это определенный стиль жизни. Ты либо предприниматель, либо сдох. А я считаю, что прежде всего нужно изменить личную ментальность, собственно, предпринимательство как базового выбора и работу на самого себя. А потом можно дальше выбирать для себя форму. Еще раз утверждаю, что ты прежде всего работаешь на самого себя. Могу ли сказать следующее? Что когда мы зачастую начинаем мерить доходами, не всегда получается, что карьера выглядит выгоднее. И здесь главное не впасть в ситуацию, что если ты вдруг не предприниматель, то все. Ты как бы человек, который не состоялся. Нет. Я не говорю о том, что не надо пробовать. Но я считаю, что если целенаправленно заниматься развитием карьеры, то мне кажется, горизонты тоже бесконечны. Я уже понимаю, о чем мы начнем спор. Мы, естественно, начнем спор с понятиями. Потому что самое сложное это договориться в том, что мы одинаково трактуем те или иные понятия. Если вы выберете альтернативу вашему обычному вечеру и придете на кампус Сколково 18-го числа, 19-го, то у вас точно будет возможность по всем правилам драматургии наблюдать. С одной стороны, экшен, может быть, триллер. Развитие конфликты. Да, но хэппи-эдл мы вам гарантируем. Причем это будет театр нового поколения, когда зрители будут вовлечь ремень. И у вас будет возможность в этом активно поучаствовать, выбирая в динамике позицию кого-то из нас, а может быть, даже противопоставляя нам вообще какую-то третью позицию. И мы гарантируем, что мы вам дадим слово высказать за каждый из вас мнение каждого из вас. Сто процентов, да. Ну и в конечном счете у вас будет возможность получить личную консультацию в этот день, в этот вечер по вашей конкретной жизненной ситуации. И нам будет очень приятно этот вечер провести вместе с вами. До встречи 18 апреля. Да. В 19.00. В 19.00. Да, пока. Пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова